Всем привет, друзья! И сегодня мы зайдем в самый крупный фикс-прайс в нашем городе Люберца, в Московской области. Давайте посмотрим, что привезли нового. И как всегда, начну я с товаров для сада, дачи и огорода. Сразу увидел вот такую полезную штучку. Компост индюшачий, или индюшиной, как правильно. Вот такая вот штучка для сада и огорода. Два литра стоит индюшиной, 79 рублей. Цена вполне себе нормальная, не очень дорого. Дренаж. Для тех, кто любит выращивать комнатные растения, 62 рубля, 2,5 литра объем. Нет, 2 литра на пакете написано, хотя на ценнике 2,5. Грунт для орхидеи. Для любителей или любительниц выращивания орхидеи есть недорогой грунт. Экологически чистый продукт, 2,5 литра. Ну, в общем, тут написан состав. Азот, фосфор, калий. Ну, инструкция, как применять данный грунт. Сейчас посмотрим его стоимость. Подробная инструкция. Нормы внесения при подкормках. Ну, в общем, так все хорошо расписано. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 62 рубля. В принципе, недорого по сравнению с другими магазинами. Увидел вот такие декоративные заборчики. Садовые по 79 рублей. В разных расцветках есть. Вот, смотрите, зеленый для оформления каких-то клумб с цветочками. Есть желтый. Есть вот такой белый. И еще вот такой вот в виде заборчик. Также 79 рублей за один вот такой небольшой пролет. Ну, где-то около 50 сантиметров, я так понимаю, длина этого пролета. Вот очень симпатичный заборчик с ромашкой, да? Ромашка. Красивый. Можно и взять. Ну, пластиковый, конечно. Но один сезон точно прослужит. Может быть, даже и два. Не знаю, если вы брали, напишите в комментариях, сколько служит такой заборчик в саду или в огороде. Секатор очень дешевый. 249 рублей. На один сезон точно хватит. Пружина у него ржавая. Вот, посмотрите, ржавая уже пружина. Но, в принципе, для непредвзятого садовода подойдет 299 рублей с ручкорез. Вот такой мощный секатор, да? Ну, подойдет для обрезки, допустим, ну, наверное, смородины. Если толстые ветки, можно и такой взять. Помощнее, конечно. И смотрите, друзья мои, середина лета. И все еще лежат вот такие саженцы. Ну, чудо чудесное. Я не знаю, зачем они тут лежат. Они уже давно высохли. Но цены сами смотрите. Тут 249 рублей, 199 рублей. Фиг поймешь, что к чему. Но не знаю, зачем они лежат. А вот садовые фигурки мне понравились. Небольшие, но очень красивые. Ежики, гуси. Какие-то домики вот тут. В общем, классные. Грибочки, смотрите, кошки. Кошки мне особенно понравились, честно вам скажу. Во, лягушки тоже есть зонтик. Нет, в шляпе. Лягушка в шляпе. Вот 174 рубля. Есть вот такие утки. Они, по-моему, чуть подороже. Мухоморы. Кто любит мухоморы, 87 рублей. Нет, 199. Мухомор 199. Ценников очень много. Не сразу поймешь, какой к чему относятся. Ну, красивые. Вот это мне правда нравится. Так, ну, здесь вот средство для обработки растений. Интарная кислота. Это регулятор развития растений. Он стоит, сейчас посмотрим. Если найду, конечно, я этот ценник. Но думаю, что не очень дорого. Вот борная кислота, 10 грамм. Она тут тоже есть. Вот она 16 рублей 50 копеек. Что дешево. Интарную не нашел ценник. Суперфосфат двойной. Чаще всего вносит его осенью, под перекопку. Ну, вот можно взять, конечно, на осень. Содержит фосфор и азот. Цена 133 рубля. Суперфосфат. Фертика есть еще вот такую. Фертику я бы взял, наверное, с большей охоты. Все-таки известная фирма. Селит ромячный 69 рублей. Это гораздо дешевле, чем в других магазинах. Поверьте. Вот такие классные коврики. Очень я их люблю. У меня их несколько дома. Для разных нужд. Вот один такой коврик у меня стоит под лотком для кошачьего туалета. Под кошачьим туалетом. Очень хорошо он выполняет свою функцию. Можно перед дверью его постелить. Ноги вытирать. В общем, классная штучка. В машине можно в багажнике положить. Очень удобно. Вот такой мягкий материал. Я забыл, как он правильно называется. Кто вспомнил, напишите в комментариях. Эва, по-моему. Или Ева этот материал называется. Вот как-то так. Коврики классные и не очень дорогие. Ну, тут вот такие ложки для обуви. Рожок, точнее обувной. 149 рублей. Кто еще не купил, зайдите в фикс прайс. Недорого. А мне же нужны вот такие поддоны для обуви. Но, правда, я их использую для других целей. Перчатки хозяйственные. 99 рублей. Это дешевле, чем в других магазинах. Реально дешевле. Я видел дороже. Почти полтора раза. Разные перчатки. Разные по размеру. Разные по толщине. Вот чем я люблю. За что я люблю фикс прайс. Так это вот за то, что здесь все можно купить для дома. Вот, допустим, нужен вам такой вот недорогой, скажем так, измеритель. Да, измеритель. Рулетка. Рулетка. Вот смотрите. На 10 метров. Сейчас посмотрим цену. 299 рублей за 10 метров. Вот в строительном магазине будет раза в два дороже. Конечно, может быть, качество здесь не такое прям супер-пупер. Но там, ну, рулетка один раз там нужна-то за сезон чуть-чуть отмерить. Перейдем к средствам для мытья. Ушастый нянь. Это порошок. Я его очень часто показываю в своих видео, потому что мы им пользуемся постоянно. Детский порошок без всяких там посторонних запахов стоит 399 рублей. Это дешевле, чем в других магазинах. Гель для стирки тоже часто его очень берем, потому что он быстрее отстирывается, быстрее вымывается из белья, из ткани. И стоит он 299 рублей за 3 литра. Вот есть вот такой для детского белья. Вот мы чаще, конечно, берем даже гель. Я вам скажу по секрету. Гель мы больше любим. 255 рублей стоит Супер Мама. Есть и Ариэль, да, вот знакомое такое название. 349 рублей подороже за 2,8 литра. И я не знаю, отстирывают они примерно одинаково. Просто проверяйте, чтобы не очень жидким был. Поболтали эту баночку. Если густой, то берите. Дос гель. Чистящий гель. Вот этот я гель очень люблю. Часто его беру и сегодня обязательно тоже возьму. Нам он очень нравится. Такой густой и хорошо он отмывает сантехнику. Ну и такой не сильно вонючий, да, в отличие от других. Не могу сказать, что он приятно пахнет. Но со своими задачами он справляется на ура. Есть вот такие вот средства для удаления засоров. 149 рублей от той же фирмы. Да, вот тоже вещь хорошая. Вот это обязательно возьму. Антижир. Фирма мне это очень нравится. Я много беру от нее бытовой химии. Наверное, возьму сегодня и вот эту штучку для чистки. Вот, допустим, плиту помыть, почистить. Там еще что-нибудь на кухне. 149 рублей. Не очень высокая цена. Поэтому можно и взять. Так. Чистин. Антижир. Гель. Ну вот, кому-нибудь нравится гель. Он даже дешевле. Смотрите, практически в два раза гель стоит дешевле, чем спрей. Есть вот такие здесь. Также вот сиф, крем. Тоже все это хорошо работает. Ну, подороже, конечно. 149 рублей. 440 миллилитров. Разные есть варианты. Так. Это средство для мытья посуды. Мы им часто пользуемся. Точнее, это мыло для рук. Извините. Мыло для рук. Обязательно его возьму, потому что фирму мы эту любим. Так. Сколько оно стоит? 149 рублей. Берем. Одну баночку обязательно возьму. Ну, нормально. Нормально. Брали уже. Вот. Ну, нравится нам. Я не знаю. Напишите в комментариях, если также пробовали такое мыло использовать. Напишите ваши впечатления. Но нам нравится. Поэтому я возьму. Антибактериальные. Микробы. Удаляет. Так. Это что такое? Так. Гель, что ли? А. Гель для душа. Гель для душа с васильком. Улажнение питания. Биокомплекс. 79 рублей за 500 миллилитров. Ну, дешманская цена. Дешманская. Не знаю, насколько он хорош. Брать я его не буду, потому что, ну, беру другой гель. Если вы таким пользовались, напишите в комментариях, насколько он хорош. Может быть, в следующий раз я его также и возьму. Вот тут другой гель еще есть. Также для мытья, гель для душа. 199 рублей. Подороже. Такая красивая баночка с молочными протеинами. Наверное, хорошо для волос. Вот это молочная сыворотка или что там? Молочные протеины. Что они имеют в виду под молочными протеинами? Непонятно. Ну, ладно. Ну, ладно. Красивая баночка. Брать не буду. Просто вам показываю. А вот зубовую пасту обязательно возьму. Потому что у нас заканчивается. А вот эта вот коробочка, вот мне нравится. И пасту мы такую уже брали. И нам понравилось. 99 рублей. Ну, в принципе, цена такая средняя, как бы, да. Некоторые скажут, даже дешевая. Товары для автомобилей. В этом фикс прайсе он очень большой. Подчеркнул. Здесь есть практически все. Даже вот товары для автолюбителей. Чернители, резины. Для тех, кто любит такую наводить лоск на своей тачке. И вот можете взять такое полирующее средство. Уверяю вас, что оно гораздо дешевле, чем в магазинах, которые продают автозапчасти. А вот такой полироль. Вот смотрите, сейчас вам покажу. Полироль пластика я брал. И вообще, очистил он суперски. Отполировал торпеду на своей машине. И стоит он недорого. Ребята, сейчас вот смотрю я тут, сколько он стоит. Если найдут ценник, то опять тут какая-то проблема с ценниками. Не очень понятно. Но он также стоит около примерно 150 рублей. Вот 124 рубля он стоит. Классная вещь. Берите и даже не думайте. Полирует отлично. И дешево. И отлично. Автошампунь. 83 рубля. Ну, можно было бы взять. Но у меня пока есть. Поэтому брать не буду. Думаю, также нормальная вещь. Дешево и сердито помыть тачку где-то там. В общем, на даче даже можно. Хотя это и не приветствуется. Туалетная бумага. Фамилия. Два слоя. 32 рулона. Огромная просто пачка. Ну, наверное, для многодетных. Отличный вариант. 399 рублей. Пакетики. Да. Вот такие пакетики. Часто берут для мусора. Да. Вот для там каких-то там этих самых бумажек. Да. Вот сколько он стоит. 59 рублей. 60 рублей. Причем вот эти пакетики мусорные. Они еще и с запахом. Так, это что такое? А, это весы. Весы кухонные. Весы электронные. 399 рублей. Ну, это вообще дешманская цена. Не знаю, насколько они классно работают. Но вот я покупал гораздо дороже были в другом магазине. Сейчас лето. Актуальна тема укрытия головы от солнца. Да. Прикрыть голову. Полно очень головных уборов. И детских, и мужских, и женских. В виде шляпок. В общем, чего только нет. Панамки тут детские просто. Ну, вот 99 рублей там шляпа детская. Ну, и для девочек розовая, да. Бейсболка вот 174 рубля. Пожалуйста. Женские шляпы и мужские, да. Рядышком мужские. Вот почему-то женские дороже. 299 рублей. Какое-то гендерное неравенство такое для женщин почему-то дороже. Ну, размером больше. Для мужчин поменьше шляпки 199 рублей. Вот такие вот есть стариканы такие модные ходят в шляпах. Видел такие, да. Лет по 90 вот любят такие шляпы носить. Вот такая вот бутылочка. Ну, просто не смог пройти мимо. 79 рублей. Подумал сначала, что это термос. Нет, это не термос, это просто металлическая бутылочка для холодной воды. Горячую туда наливать не надо. Вот так с собой в дорогу взять просто чистой водички попить. отличный вариант. Не разобьется, даже если упадет. Вот стеклянные кому нравятся, есть также и стеклянные бутылочки тоже красивые. Сейчас посмотрим. Вот оранжевая металлическая стелла 149 рублей. А это сколько стоит, интересно. Наверное, примерно столько же. Ой, чашечки, чашечки. Давайте посмотрим. люминарк, да, классная вот эта фирма. Они практически добьются, даже если падают. Ну, на каменный пол, конечно, упадут и разобьются, а на деревянный нет. 124 рубля. Красивый, смотрите, такой цвет, вот интересный, да, морской волны, такой зеленый. Классный. Термобокал с подставкой 199 рублей. Наверное, это он, что ли, термобокал? Нет, это не он, это вот рядышком стоит. Стопочки, рюмочки, всякие тут вот такие салатники. А вот это просто бомба. Не смог пройти я мимо. Посмотрите, какие классные стаканы. Вот говорят, что это недавно их привезли в магазин, поэтому обязательно, обязательно я такие стаканчики возьму. Стоит он 87 рублей всего. Ну, суперски и смотрится классно. И материал хороший, и вот рисунок такой прям веселый, да, такой позитивный, смотрите, летний. А вот какой, да, такой винтажный стаканчик вот на Новый год, да, чем-нибудь налить туда коньячку, допустим. Смотрите, стоит 83 рубля, 410 миллилитров. Ну, классно, переливается всеми цветами радуги. Так, для любителей пива, да, вот такая бомба-кружка World Beer Zone. Дракон, да, вот, смотрите, 149 рублей за 500 миллилитров, ну, подарить мужчине, допустим, можно. Ну, некоторые женщины тоже пиво любят, поэтому можно и женщине подарить. Вот, на китайскую тему драконы, пивной стакан 87 рублей, да, вот, смотрите, китайская тематика, драконы. Ну, красиво, красиво, вот такие вот есть, без ручки, не знаю, как на стакан, стакан низкий, 250 миллилитров, 79 рублей, люминар. Ну, недорого, согласитесь, можно взять там. Так, это что тут у нас, такие вазы, вазы что ли? Ну, это мне не особо нравится, 299 рублей, ваза Шерри. Не знаю, ну, вот это вот тоже как-то не особо, просто вам показываю, какие вазы привезли. 199 рублей, Сицилия. Ну, вот это для каких-то, наверное, не знаю даже, для чего ваза, стоит 399 рублей с узким горошком. Если знаете, или что, напишите в комментариях. Перешли к чаю, чай черный, так, ну, в принципе, тут дофига чая всякого, 59 рублей, вот такие вот здесь упаковочки, да, крупнолистовой индийский черный чай, без добавок, сейчас посмотрим, 79 рублей, 150 грамм, дешевый, сердито, ну, наверное, неплохой чай. Кофе, парламент, кофе растворимый, я такой не люблю, и пью только в крайних случаях, 249 рублей он стоит, ну, 250, да, будем считать так. Вот, ну, когда нет настоящего кофе, ну, что ж, ну, можно и выпить и растворимого, но я знаю людей, которые вот пьют только такой, только такой, и никакой другой, ну, не знаю, не знаю. Чипсики, чипсики стакс, чипсики кракс, русская картошка, бигбон, тут еще только нет, да, выбор, ну, почти как в продуктовом магазине, да, несколько видов чипсов. Карамельки, вот раньше таких не видел в продаже, 59 рублей, понравилась мне упаковочка, и честно вам скажу, вкусные карамельки, мы уже брали такие, попробуйте, вам тоже понравится. И обязательно еще возьму такие, карамель леденцовая, с разными вкусами. Ну, нравится нам-то эти конфетки, что ж делать, надо взять. Еще есть вот такие, вот, воздушные меренги, да, цветные, 79 рублей, ну, конечно, не полезные это все продукты, но иногда хочется чего-нибудь такого эдакого. Часто их употреблять не стоит, но иногда можно конфетку какую-нибудь, или мармеладку съесть из фикс-прайса, 99 рублей. Ну, вот смотрите, заканчиваю я вот обычно свои репортажи из фикс-прайса на сладкой ноте, 29 рублей пушистый кролик, и вот смотрите, сколько всего здесь много, да, конфеток тут просто море завалить, на разный вкус, самые разные. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях. Спасибо. Спасибо.